Здравствуйте! И с вами ваш доктор Шилов. После того, как я выпустил один большой материал, который просто создал в сети Ажиотаж, набрав буквально за пару дней 2 миллиона просмотров на Яндекс.Дзене и больше 100 тысяч полных дочитываний, я думаю, будет до конца недели, потому что их уже под 90 на данный момент только. Мне пришло много вопросов. А материал, я ссылочку на него оставляю после этого видео, обязательно посмотрите. Материал был о том, как лично я переболел, как мне кажется, с коронавирусом. У меня была двухсторонняя пневмония. И я дал свое видение того, хорошо это или плохо переболеть коронавирусом, какие от этого есть плюсы, какие от этого есть, собственно говоря, минусы. И как имело бы смысл себя вести для того, чтобы снять какое-то психологическое и социальное напряжение. И чтобы больше нас заботили, пускай нас заботят разного рода проблемы, много их, но по крайней мере проблему о том, что смертельно там это все, страшно там, что стоит всего бояться, можно снять при определенных ситуациях, когда мы понимаем, что мы либо уже иммунизированы, либо мы инфицированы, но болеем не сильно. То есть мы, по крайней мере, уже не будем бояться смерти, инвалидности и так далее. И можно будет сосредоточиться на другого рода проблемах. Вот об этом сам статья. Так вот, после нее мне пришла масса вопросов, большое количество очень, среди которых один вопрос звучал с регулярной частотой. Он не самый частый на самом деле, но регулярный. На самом деле, это вопрос такой расширенный. И я с него собрал такой совокупный вопрос, облег его в правильную форму, для того, чтобы он был удобно читаемый и понимаемый. Потому что он состоит из нескольких частей. А вопрос этот о том, будет ли перекрестный иммунитет, или хоть какой-нибудь иммунитет, какая-нибудь иммунизация, после того, как закончится коронавирус, и, предположим, все или кто-то с ним проконтактирует. Вот если человек проконтактировал, заболеет ли он или нет? Потому что многие знают, что вирус может изменяться, мутировать. А значит, стабильного иммунитета, возможно, не случится. И можно заболеть еще и еще. Ну и вот, собственно говоря, и вопрос по этому, который я совокупно собрал, я сформулировал вот так. Вот вы пишете о перекрестном иммунитете. А я действительно писал о нем. Тогда зачем каждый год мы делаем прививки от гриппа? Тоже логично, да, звучит? Ведь вирус мутирует. А это значит, что даже если мы все будем инфицированы текущей инфекцией, текущей формой вируса, то это никак нас не защитит от последующей формы мутировавшего вируса. Ну, хороший вопрос на самом деле. Довольно правильный. Я не стану размазывать очень долго, так как заметил, что чем длиннее мой ответ, статья длиннее, чем моя, и чем более развернутые пояснения я даю, тем сложнее многим читателям, испорченным, инстаграмом, тиктоком, удерживать информацию, особенно длинную такую, да, вот, теряется внимание и, соответственно, теряется правильное понимание. Кстати, я оставлю ссылочку после видео и на статью свою про понимание, про информационную псевдодебильность, которую сейчас постигает общество. Я ни в коей мере не отношу это к своим вдумчивым читателям, для которых я пишу это объяснение, чтобы избежать с их стороны обвинения в том, почему я буду изъясняться достаточно коротко, потому что наверняка найдутся и такие, которые скажут, от Михаила Юрьевича, что-то коротко, то есть одним длинным, другим коротко, вот я заранее перед всеми, значит, извинился. Итак, первое. Перекрестный иммунитет существует к любой вирусной инфекции. Это важно понимать. Он существует. Он может быть очень продолжительным, как, например, в случае с оспой. А в некоторых случаях к некоторым инфекциям, к некоторым возбудителям он может быть даже пожизненным. Иммунитет к коронавирусу того или иного штамма может быть оказаться неправильным. Может оказаться очень длительным. И это подтверждают исследования китайских ученых. У нас все ведь из Китая идет уже который раз. Все коронавирусы у нас оттуда прут, которые вызывают страшные инфекции. Так вот, китайские ученые установили, что иммунизация к коронавирусу, вызвавшего, например, атипичную пневмонию в 2003 году, вызвавшей эпидемию пневмонии, это вирус SARS-CoV, сохраняется до 15 лет. Представляете? Кови, если уж точно говорить. В SARS-CoV до 15 лет в настоящее время в мире еще не найдено ни одного человека, который бы изначально был защищен от коронавируса. Ну вот, нет. Да и нет какого вируса на самом деле. У некоторых людей вероятность заболеть, правда, в десятки раз ниже, но не благодаря специфическому иммунитету к какому-то вирусу или конкретному вирусу, а просто из-за более сильного организма. Понимаете? Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал мировую эпидемию. Ну, мировая эпидемия – это пандемия. Вот. Поскольку она сейчас в самом разгаре, то четких данных по статистике о формировании иммунитета еще пока не существует. К сожалению, статистика собирается не сразу, и это важно понимать. Но есть информация об иммунитете к другим видам коронавируса, и мы можем экстраполировать эту информацию на этот, потому что коронавирус есть, я не знаю, какие коронавирусы, ну, плюс-минус. В отношении них у человека формируется клеточный иммунитет и повторное заражение бывает значительно реже и протекает легче. Вообще, коронавирус – один из самых распространенных вирусов, который вызывает ОРВИ. Но COVID-19 мутирует достаточно быстро. Организм может не успевать, а подстраиваться к его изменениям. На самом деле, это касается и вируса гриппа, в том числе. Вирус гриппа тоже в последнее время довольно быстро мутирует. Именно поэтому наш организм не настолько быстро подстраивается. И каждый год возникают новые какие-то штаммы, которые вызывают особенные какие-то гриппы. Второе. Второе. Повторное инфицирование тем же самым штаммом может протекать вообще бессимптомно. Потому что организм обмочен, есть антитела и так далее. Ну или в более легкой форме протекать. Так как организму известно, как отвечать на данное вторжение. Так как организму известно, как отвечать на данное вторжение. После того, как клетки подобрали нужные антитела, они начинают их активно выделять. И при новом контакте они выделяют их с повышенной силой, что называется. Антитела разносятся по всему организму, убивают вирус, где бы он не находился. Часть наших клеток при этом превращается в клетки памяти, которые хранят информацию о данном вирусе. Понимаете? Они ничего не синтезируют. Они просто несут информацию о той инфекции, которую сейчас победили. Они ее преодолели, запомнили, будем ее попомнить. Враг по новой не пройдет, мы его узнаем сразу. Вот. Такие клетки могут сохраняться в лимфоузлах десятилетия. Понимаете? Именно поэтому иммунитет может быть очень устойчивым. У тех же, кто тяжело перенес первичное инфицирование, если инфицирование происходит другой, мутировавшей формой, измененной формой, вполне вероятно, повторное заболевание. Это естественно совершенно. Мы все повторно заболеваем, однажды переболев гриппом. Рано или поздно. Но! Если у человека нет хронических заболеваний, то он значительно более устойчив к повторному инфицированию. Понимаете? Если он повторно инфицируется, будучи инфицированным ранее, не измененным COVID-19, то надо понимать, во-первых, новая форма может быть менее вирулентной и контагиозной, чем та, которая была. Неправильно считать, что вирус мутирует всегда в более агрессивную форму. Он может смутировать и в менее агрессивную форму запросто. Причем это даже чаще происходит. Понимаете? Мутации вируса происходят довольно часто и быстро. А потому, если бы каждый вирус мутировал бы только в более агрессивную форму, то организм, не успевая с ним приспосабливаться, быстро бы погибал. Понимаете? Человечество уже бы вымерло давным-давно, если бы каждая последующая форма, которая появляется каждый месяц, была бы более заразной, опасной для жизни. Во-вторых, даже если новая форма будет такой же агрессивной и даже более агрессивной, то все равно перекрестная иммунизация и натренированный иммунный ответ в тотальном большинстве случаев сгладят о протекании заболевания. Так часто бывает. Понимаете? Поэтому, именно поэтому мы так часто болеем гриппом, но не настолько серьезно, чтобы умирать. Самым наглядным примером является как раз тот самый грипп, потому что на нем легко пример приводить. Мы не боимся этого слова уже давным-давно, поэтому проще сравнивать на нем. смертность от гриппа в большинстве случаев тоже происходит от воспаления легких. Это пневмония. Гриппозная пневмония. Если бы у человека не существовало перекрестного иммунитета к вирусу гриппа, то каждая новая эпидемия перерастала бы в мировую пандемию и уносила бы миллионы и миллионы жизней, как это было при пандемии испанки в свое время, когда погибла во всем мире более 50 миллионов человек. Такого, как при пандемии испанки, не происходит. С каждой новой эпидемией из-за нового штамма с самыми агрессивными формами случаев заболевания со смертельным исходом не становится больше, они не растут, а иногда их становится даже меньше. А что это за форма? А это всякие птичьи гриппы, свиные гриппы. Вот я покажу здесь это все. Хотя специфического иммунитета к этим формам нет. Тем не менее. Между прочим, если бы мы ими переболевали, то у нас и к ним вырабатывался бы и иммунитет тоже перекрестный, и мы бы гораздо меньше боялись. Хотя грипп из-за этого не перестает оставаться менее опасным заболеванием, от которого, между прочим, умирает больше людей, чем от коронавируса. По крайней мере, в количественном выражении точно. Понимаете? А процентные выражения мы пока оценить правильно не можем. К сожалению. И, может быть, очень долго не сможем. Особенно, пока идет ажиотаж этой истерии. Так как соправительство некоторых стран в угоды своим политическим целям способствует сокрытию, а зачастую и фальсификации информации о том, сколько народу инфицировано, сколько погибает именно от коронавируса и так далее. А может, они попросту и не владеют информацией на такой, так как в некоторых странах медицина опущена ниже плинтуса, нету тестов, а если они есть, то они недостоверны, не проводится всеобщее и хотя бы очень массовое тестирование, предпринимаемые противоэпидемические меры только способствуют скорейшему заражению, инфицированию и распространению вируса. Понимаете? То есть, количество инфицированных становится больше именно из-за противовирусных мероприятий. Так вот, со времен испанки, пандемии, я еще напомню лишний раз, гриппа, унесший 50 миллионов жизней в человечество, человечество получило иммунитет, и грипп уже не кажется таким страшным, как раньше. Понимаете, когда возникают эпидемии гриппа, мы уже тревогу такую не бьем, хотя от него тоже погибают старики, когда получают осложненные течения, точно так же погибают, как от коронавируса, и в таком же количестве примерно. Хотя, даже сравнивать нельзя контагиозность вируса гриппа и коронавируса. А может и можно, но на самом деле грипп в большинстве случаев распространяется гораздо быстрее. С коронавирусом есть такая ситуация, что в одной семье могут люди находиться, и один не инфицируется от другого. Такие случаи есть. Так вот, резюме. В настоящее время в мире еще не найдено ни одного человека, который изначально был бы защищен от коронавируса. Поэтому пока не переболеют практически все, то есть пока все не проконтактируют с этим коронавирусом и не выработается коллективный иммунитет, люди будут инфицироваться, инфицироваться постоянно и постоянно. У некоторых людей вероятность заболеть в десятки раз ниже просто из-за более крепкого здоровья и более сильного организма. А еще важно помнить, что специфический иммунитет существует к неизмененным формам. Поэтому если вы раньше проконтактировали и переболели, то есть инфицированы были, то тот иммунитет, который появился у вас к точно такой же форме вируса готов, если вы с ним снова проконтактируете. Понимаете? Особенно если происходит периодический контакт иммунизированного организма с этим самым вирусом, в данном случае с медикоронавирусом. Поэтому если с ним периодически контактировать, то иммунитет будет постоянно поддерживаться и поддерживаться без заболевания. Перекрестный иммунитет это натренированный иммунный ответ. Понимаете? Он способствует более вялой форме течения заболевания. В любом случае. Понимаете? Поэтому он тоже поможет, если вы заразитесь какой-то другой формой вируса. Того же самого. Коронавирусом, но другой формой. Третье. Сильный организм с хорошим иммунитетом лучше переводит инфицирование, которое может вообще протекать бессимптомно. Поэтому дети и молодые люди либо очень легко болеют, либо вообще бессимптомно переносят это заболевание. Что не может, конечно, не говорить в пользу здорового образа жизни. Это вот тоже важно. Старики, которые крепкие такие, старички, боровички, они тоже вполне себе нормально выживают. Хотя могут и болеться. Ну, скажем так, что с коронавирусом, по крайней мере, все это выглядит именно так. Так как большинство осложненного течения заболеваний, которые приводят к серьезным последствиям и даже к смерти, это происходит у самостариков и у людей, ослабленных какими-то тяжелыми хроническими заболеваниями. И еще раз я повторю, что молодые, здоровые, дети практически не болеют, а вообще переносят это бессимптомно. Ну, или выздоравливают. Пожилые люди с сильным иммунитетом тоже, как правило, выздоравливают. Почему я подчеркнул, что это важный случай с коронавирусом? Объясню. Потому что бывают такие заболевания, при которых сильный иммунный ответ не специфический, может оказаться наоборот вредным. Организм настолько дает сильный и мощный иммунный ответ, что сжигает сам себя изнутри. Огромной температурой, больше 40 градусов, и различными реакциями воспалительными, при которых выделяется огромное количество гормонов и медиаторов воспаления. Поэтому там стремительное заболевание, и человек, который крепкий, молодой, здоровый, кровь, и человек крепкий, молодой, здоровый, кровь с молоком, как это говорят, погибает довольно-таки быстро. Какой-то хроник, щупленький, у которого еле-еле душа в самом теле, что называется, может жить, болеть, и даже не понимать, что болеет. Оказывается, все это было известно давно и всегда, и все одинаково для любой вирусной инфекции. Посмотрите на эти картинки, и вы поймете, что на самом деле то, что сейчас говорится о коронавирусе, о его течении, его симптоматике, все очень сильно напоминает тот же самый грипп. Вспомните, трудно вспомнить вам это, потому что трудно вспомнить это тем, кто не изучал историю медицины, не изучал эпидемиологию в институте, например, и историю возникновения различных заболеваний. А вот когда-то вирус гриппа также пугал весь мир и также людей всех пугал, как сейчас коронавирус. И гораздо тяжелее люди болели гриппом, заболевание считалось ужасно тяжелым, но сейчас слово грипп нас вообще не пугает, мы наоборот опять грипп, опять на карантин детей отправили, да херня все это, да переболеют, и ничего страшного, кто-то там заболел один ребенок, другой не заболел, а раньше заболевали тотально, то есть эпидемии были, сейчас кто-то бессимптомно переносит, кто-то легко, кто-то покашлял, у кого-то температура поднялась, но мы уже набат по этому поводу не бьем, а бьем набат только тогда, когда появляются новые какие-то особенные формы, из-за того, что мы эти формы изолируем и не даем людям этими формами переболеть, мы не вырабатываем никакого иммунитета к этим вирусам, и специфического у нас иммунитета нет, а ведь на самом деле если посмотреть, то что от свиного гриппа, что от птичьего гриппа погибало столько народа, что это можно ввести чуть ли не в состоянии какой-то статистической погрешности, понимаете, это цинично звучит, да, я это все прекрасно понимаю, каждая смерть, смерть каждого человека это серьезно, но до сих пор от обычных, обычных, а не каких-нибудь экзотических форм с гриппа погибает много народа, по крайней мере больше, чем погибает от коронавируса того же самого, а уж тем более от птичьего, свиного, и тем не менее мы тревогу такую не бьем, просто применяем профилактические меры, просто уходим на карантин, просто живем, просто ограничиваем наши контакты, но все это происходит без какого-то кризиса, ажиотажа, без кипежа, может и в этот раз все так должно было пройти, но проходит иначе, а вы что думаете по этому поводу, оставьте свои комментарии, нажмите на колокольчик, подпишитесь обязательно, не теряйте меня из виды, я вас из виды терять не буду, вы не пропустите мои материалы, если кликните по колокольчику, а также смотрите меня во всех соцсетях моих сообществах, которые также называются доктор Шилов, с вами был ваш доктор Шилов, всем пока, ах да, и не забывайте обязательно, в самом конце всегда есть ссылочка, по которой вы можете поддержать мой канал, мне приятно, вам не трудно, а каналу это помогает, помогает развиваться, помогает мне готовить чаще материалы, до встречи, всем пока, пишите письма, салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова